Сегодня у нас 16 июня 2015 года. Вот мы находимся в детском православном лагере. Вот наши младшие братья стоят, готовятся идти пасти коров. Вот Ваня Дробот, Андрей. Как у тебя фамилия-то? Скрынник. А? Скрынник. Скрынник. Вот. Вот остальные братья. Сегодня лучше идёт коров. Всего их идёт 9 человек. Вот Ваня тоже идёт. И я идёт. Сегодня идут пасти. Мы сейчас бинокр смотрели, там минут 20. Не могли понять, мальчик или девочка. Пасёт. С мальчиками и мальчиками. Но если это девочка, ну я же сказал, ладно уж. Ошибка наша, попросите. Это бичи готовлю, пасти. Кто идёт пасти, всем хлеба наложили в рюкзаки. По пряникам. По двум, кажется, пряникам. И для пустыха. Нет. Мне, мне прутик дайте. Нет, не дайте. Не дали. Мне прутик. Так, на. Кажется, сломается. Сейчас он, я покажу. Это всё. Молоко? Поменяйте. Вот, сейчас, спустя. А? Помните. Вы будете с обрюхами. Поэтому ничего не повредите, чтобы вас не сражали. Вы пастуху во всём угождайте. Потому что пастуха – это важная фигура. Как все пропики получили. Ещё одного надо. Скотина Глушкова, у которого пошли, она сказала, здорово пошли. Хорошо? Да. Только что скажет, куда бежать, туда и бегите. Это маленький. Чтобы скотину зря не гоняли. С палочками дорога не играйте. Старше будет с вами дорога. Над вами. Придёшь, заложишь, как ходить. Потому что мы теряем работников. Ну, это обойдёмся. Всё, пойдёмте. А она маленькая такая. Я вас провожу немного. Дядя Никита вас заведёт до туда. Никита! Так, идите заигнать, Хостюк. Выйдём в пуля. А, когда выйдем в пуля. Так. Пусть здорово. Пусть идёт, сколько надо. Пусть идём в ёмчку. Пошли. Шарик, шарик. Верниться больше, что надо. Шарик, шарик. Всё, всё. Уходим, уходим, уходим. Вперёд. Чего ждёте-то? Пошли, 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 пошли все. Он дождётся сам. Дядя Никита, дядя Никита, где он? Шарик, восемь. Иди скорее. Вот ещё девятый. Девятый сейчас. С нами шарик. Воно мне шарик, дядя Никита. Нет, мне. Так, мне шарик. Я уже сделала. Да ты мне шарик. Не-не-не-не шарик. Не-не-не. Не можно обманить. Осторожно! Три поклона! Шапочки снимите! Господи, слава тебе! Пора, сапочки! Богу слава! Значит он угнал километра за два, там в лагу. Прямо вот так, вот так вот. Понял, понял. По профессии девочки скажи не прогоняй, пусть они попасут. С Богом! Вот дети просят опастись. Пасти коров, овечек. Видите как? В прошлый раз девочки сходили, а сейчас мальчики. Говорят в лагере, ну в каком лагере это будет, чтобы учились пастухи? А теперь, когда будет молоко у нас, пост кончится-то, теперь он уже понимает, как это достается. Вот. Подходит воспитатель один и говорит, ну а как работать сегодня? Ну это ребятишки, девчонки тут. Вон она. Даша-то зайди сколько там. Девчонки тут. Ксюша, Ксюша, а ты что качаешь? Так нельзя качаться, надо залезть туда и оттуда. Вон они, пошли хлопцы. Вон хлопцы пошли наши. Все. Старший Никита Колесников. Вот их проведет. Потом мы в бинохль посмотрим, как они, если будем здесь. Знаешь, как интересно ребятишкам это запомниться. Они будут видеть, как овечки ведут себя, коровы. В обед пригонят. Ну мы их, они позавтракали. До обеда тут они ни крошки не имеют. А если пасут, то до обеда мы им хлеба наложили, пряников, воды, чтобы запомнилось. Вот другой раз говорят, ну приезжали, у меня тут даже профессор психологии был. Из Англии прилетала. Это директор Кэстонского института. Как вы учились, как узнавали? Ничего не учился, не знаю. Я просто сам сын пастуха вырос. Я знаю, что человек так устроен, что ему нужна свобода. Но свобода в рамках закона. Вот болото, ты в него не лезь. Если огонь, в него не заходи. Так и здесь, это черта. Вот они все пошли. Залезь сюда, посмотри. Надо просто жить нормально и все. Никакой мудрости такой особой тут и нету. Психология какая-то. Я ничего этого не знаю. Я знаю, что ребятишкам это нравится. Вот. У нас тут была канавязь, когда лошадей было много. Поверни-ка голову. Девчата что-то там собрались. На огород идут. А, на огород идут. Ты что делаешь? Танцуют. Грядки. Грядки полоть. Грядки полоть. И они танцуют. Значит, видишь, как им нравится? Вон, смотри. Кошка. Котик. Вон. Где? Вон он. Вон он. В кустах. Вон он. Котик прыгает. Котик наш. Тебе видно его? Направь на него. Солнце от свечи. Прыгал. Веди. Это котик отменный. Да, Серик. Вот наши ушли. Не видать ни коров, ни овечек. Но они в лагу. Это хороший пастух. Потому что по логу, по бортам растет трава хорошая. Ну еще. Здесь нормальная, естественная жизнь. Если это будет погода жаркая, то можно идти босиком. Ну а обувь нести на спине. Связал да и. Мы всегда пасли босиком. Я помню, брат мне сшил из березы, из коры березы. Тапочки. Во. А то как праздничные были. А без. Утром выгоняем. Холодно. Корова оправится. Я забегу в эту лепешку. Ногами встанешь. И стоишь. Тепло. Ждешь, когда корова оправится второй раз. Где-то другая корова. Вон они где пошли. Видишь как. Это Господь сотворил. Вот эти лага. Это после потопа остались. Когда вода уходила, размывала. И водой уносила землю. Вот так. Вот они где. Там по лагам кусты. Это я все помню в детстве был. Мы тут родились, тут выросли. Вон они идут нормально. Видно, что под присмотром старшего. Можно было просто так. Идите, да вон коровы идите. Нет. Мы заранее обдумали. Давайте, Ваня говорит. Дробот. Логически мыслить. Это хорошо, что далекая? Я говорю, очень хорошо. Хороший пастух. А кто хорошо пасет? Давай перечислять. Хороших. Хороших, кто пасет двое. Вот кто-то из них. Это и Лекатя Глушкова, и Лиза. Тут неправильно, что одних отправляют на поле. Никуда не годится. Совершенно недопустимо. Ну вот, никак не переломишь. Народились девки-то им. Ну и оформлены тоже в последующих дочери его нашли. Вот они прошли через крапиву этой заросли. А заросли крапивы, это тут большие строения были. Телятники. Телятники, овчарни, свинарни. Для лошадей это еще только не было. О! Нигде ничего нет. Не видать. Ни одного. Ну что тогда? Сейчас подойду к котю поглажу. Котя, котя, котя. Мурлыка. Мурлыка. Вот он здесь. Вот он. Котя, котя, котя. Мурлыка, мурлыка, вот он. Вон. Ага, котя, вот он где. А я пошел искать его. Ну это иди сюда. Мурлыка. Где ты ходил? Ах ты бродяшка такой, а? Да мой котя длинный какой он. Замечательный. Ну-ка подожди-ка. Посмотрим у тебя вещей-то нету туда? Да нету у него. Да он ходит и ходит. Примудный котенок. Кто-то побросил нам надбор. Надежда сильно прикормила его. У нас кошки породятся, но не один такой ловливый как он. Он какой-то выждяный. Не такой стал, как был. Да. Ему цены нету. Сколько он их возит-то, а? Мышек этих перезавил-то. Да. Вот это ему надо тут на боку отрезать. Пойдем-ка. Вот так. Только с ним может сравниться рыжка. А? Рыжка может сравниться. А? Рыжка может сравниться. Пойдем. Вот так. Можницы принеси, коте опрезать, что лодирует. Принеси ножницы, ножницы. Молодя, на огород потом сходите. Принеси только дай. Мы сами сделаем это. Вот так. Звучит. Вот так вот. У него, что же сделать? Уху сказ. Сейчас мы ее съедим. Подождите-то. Давай. Вот так. Ой-ой-ой. Ну-ка подожди. Крузинных она какая. Ну вот, теперь тут можно будет проскальзать. Видишь, что оно у нас сбилось, а тут лежит, он лёг, замечательный котик. Сейчас, где у него ещё тут есть? Да, вот он где. Вот, мы их сейчас уберём у него. Вот он где, вот он где молодец, да замечательный котик. Маленький не отместел. Вот, смотри сколько. Это воробьям на гнезду. В деревне всегда работали. Ну, холодную малины набрал, нет? Да, это чай. Да, это чай. Это чай. Это чай. Надо рассыпать, он молодой ещё, плохо пахнет, он кости не сильно будет. Он только рассып, он ещё. Корень лучше пахнуть, прям там детство вообще. Маленький. 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 А в лагере в джинсах можно ходить? Ну, начальника лагеря спроси, можно надо? А где малина, там? Там у меня в этом, в корзинке. Маленький. Бегом! Чё пешком-то идёшь? Вон, опять, может, вы сейчас. Посмотреть, что там есть. Где моя половинка? Грозный. Ну, чё собрались? У нас подкухи вернули все живые. Все здоровые. Так, сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Что там? Василиса была? Десять подкухов. Ну, нормально. На каждого, наверное, было там корову по две. Больше ты не придёшься. Да мы все за ним. Нет, там было весело очень. Соломцами много бегать. Так, я хочу сейчас по порядку расспрашивать. Быстро отвечайте, а ты поближе будь. Так, Тимофей, иди сюда. Батудин. Рассказывай, как ходил. Ну, отставал. А чё ты мокрый-то? У меня, ребята, в речку сбросили. Что? Что случилось? У меня, ребята, в речку сбросили. Нет. В речку сбросили, ребята. Нет. Вы бы не посадили. Нет, он не падал. Он куртку взял, намочил всю. Там, где коровы ходят в это... Ну, подожди, выйди сюда. Ну, я упал без куртки. А куртка где? Я её повесил сушить. Ну, как ты упал-то где? Ты его столкнул. Ты столкнул его? Да. А он хотел его столкнуть. Нет, я не хотел. Нет. А где в каком месте? Где в лагой ледя? Да. Если бы тебя в пруд столкнули, тебя бы оттуда краном не вытащить. Там грязи столько. А речки у нас вообще нет. А как, ты запнулся или как? Нет. Нет. Да не потому что... Кидали передо мной камушки и явли. А там была грязь, она на меня летела. Не трудно понять даже. Ну, кто знает правильно. А я место. Да я не хотел столкнуть. Единственное, расскажи, что было. Случилось так. Ребята разыграют сильно с камешками. Играли, кто дальше закинет камешки. Некоторые взяли камешек и стали бросать рядом с ним. А капельки от ударов камешка с водой, они в него все лепили. Он еще кепку потерял. Мы... Так я его спрашиваю сейчас. Так и его. Ему отвечают. Потом сами... Так, шарик вам не мешал? Нет. Нет. Он только порой помогал. Пастух, где кто пошел? Я три раза за его цепь в воду сцепился. Два раза пока мы пошли, и второй раз пока мы назад шли, когда уже загнали в загон. Так. Валя, разберешься с ним потом. Посушить, может, сейчас надо. Подойдем к тете Вале. Бабе Вале, она разберется с тобой. Так, ну второй, выходи. Рассказывай. Как? Паша. Нормально. Только... Только с начала мы ОС разогнали. Еле как. Ваня Пран придумал. Паша. А. Ну да, Пран Паша придумал, как их обратно провести. И мы так сделали. Зашли... Ну вы там нужны были? Да. Да. Так, а что брали с собой все съели? Да. Ну молодцы. И выпили. А пастуху то дали? Да. Все выполнили как надо. Значит, я вам говорил, что попасете. Обещание выполнить? Хлеба. Пряничка. Становись. А? Еще мы нагрмили шарик. Шарик что? Нагрели. Так, ну уходи, Тарася, рассказывай. Подравилось? Все было очень хорошо. А овечки как? Не убегали? Нет, убегали. Как раз мы за ними и гнались. А игнята маленькие были там? Да нет, маловато. А телята маленькие? Много. Много? Ну на улице, когда вы на поле были, аппетит хороший? Да. Я знаю, что вам требуется. Вот если бы было другое время, мы бы арбузов дали, огурцов с собой. Вы бы две котомки, два рюкзака утащили туда. Ну давай, Нестор. Как тебе понравилось? Да. А заворачивал правильно, как я вас учил? Угу. Сзади? Не больно куда попало от стада? Да. Сзади заходили. Я с шариком их гнал. Овечек. Еще охота поди. Угу. Ну это когда-нибудь. Так, ну давай, Арсений, иди сюда. Как тебе понравилось? Да. А ты знаешь, сколько километров находил? Километр пять. Поскольку. Если вы там бегали, километр пять. Ой, гляди его. Молодец. Значит, тебе понравилось. Я очень рад за тебя. Куча лябы. Ладно. Ну давай. Бык был, как он был. Мне понравилось очень. Ну, когда, мне понравилось, когда мы их назад вели, там, Бык на меня, так, посмотрел. Серьезно. Серьезно, да? Да. И когда мы шли с шариком вместе, мы шли, а на нас коровы посмотрели, они пошли на меня, я испугался, против парка и побежала от них. А палка там осталась. Так. Ну, Ваня, иди. Всё. Спасибо. Рассказывай. Как? Ну, хорошо. Понятно, не жалею. Там очень вкусно. Трава вообще пахнет. Ну вот. Перец пахнет молоком. Так вот, как только дольше 12 июля кто будет, пост кончится. В это время у нас на столе будут сливки, творог, творожные пирожки, молоко. Всё здесь будет. Надо. Я ищусь. Там, чего только омлетов этих будет. Так что, 12 июля розмовые. Мы православные, мы не умрём. Давай. Учёные доказали, что мамка вредна для организма. Давай, всё плохо слышу. Учёные доказали, что мамка вредна для организма. Учёные доказали, что мамка… Паш, давай рассказывай. Если будешь заводить две коровы, потом телята будут, заведи потом 12. Как у дяди Игоря. Он едет, у него с деньгами. Это живой товар, валюта. Говорят, вот дефолты разные, падение курса, кризис, а тут ничего нет. И ты лег спать, а корова лежит и жует. Травка перерабатывается, утром встал на столе молоко, а цена только повышается, она ниже не будет. А молоко любят ребятишки, творожок любят взрослые, а сметанку и старичок покушает. Понравилось? Да. Еще хотел бы? Еще бы хотелось. Ну ладно. Вань, все. Ну, сначала... Ну ты старший, за всех отвечай, давай. Нам понравилось то, что мы шли туда и наткнулись на корни, на солодку. Стали ее выдергивать, а там с маленькими корешками. Мы их прочищали, а потом брали и сживали ее. Сладко? Очень. Так, относительно... Постой маленько. Относительно солодки. Внимание. Если завтра будет хорошая погода, сегодня мы приготовим все. Разбейтесь на пары. Кто с кем будет копать? С кем? Вы принесете, вымойте и пойдете на речку корни. Разложите на две равные кучки. И одну беру я. Это лагерная, 50%. А второе, как хотите, так и делите. Вторую половинку. Но только делите поровну, потому что я буду выбирать, какую взять. У нас тут ребята сложили. Одинаковая, одинаковая. Ну я подошел, взял. Она говорит, так это больше. Я говорю, так уже ровно делали. Отошел опять по новой делят. Разделили ровно. Я подошел. Взял ту. Так это теперь больше. Они опять давай делить заново. Не я делю. Ты не... Был тогда, нет? Нет. Да, нет, был, был. Был, ну вот. Вот здесь вот сидели на палатке и делили. Это идти далеко. Мы с тобой возьмем тоже поесть чего-то, попить, лопаты и вперед. Гнат Тихонович, еще замечание. Тимофей очень сильно отставал. Далеко? Тимофей отставал. Мы его ведем, ведем. Мы его даже подгонять пытались, а он все равно. Ему надо в сапогах обурить. Он сзади так сидит, призмется и молча не идет. Тимофей, с чем это связано? Потому что у меня сила маленькая. Сила маленькая у него. Понятно? А теперь давай, все время на гимнастике, на турнике. И тебе какие-то папа сказал там стельки положить, плоскостопие, чтобы это... Да? Я не знаю там, посмотрите там потом у него. Ну, есть. Еще мне больше понравилось то, когда мы в лагах наткнулись на ручей. Он в ручей там красивый был. Я взял его в горсточку и лицо два раза умеет. А он не течет или на доме? Да, не течет, течет. Ну, это ручей тогда. Он так быстренько... Это, помнишь, мы тут на плоседе поношли? Да, 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 да. Пиле-то, родниковые воду-то. Да, да, помню. Так, ну так тогда что решим? Тимофея завтра дома оставим с бабушкой. Тимофей, да? Потому что идти далеко, в один конец идти 4 километра. Это больше, чем сегодня. Ну, может быть, не 4, а 3,5 точно. Андреа Шинлок и будем там копать. Наберем мешки с собой, в мешки, чтобы наложить. Там самое сильное солодковое место. Там бывает корень солодки вот этот палец с толщиной. Вот так. Иногда вытаскивают корень до 2 метров длиной. Вот обкапывают его вот так. Слово Богу. Игнатий Тихонович, а можно разбиться нам, девочке, мне и разбиться не на пару, а на трое? На трое, да. Ну, понимаете, вот допустим, ладно. Вы трое, а потом приходят и говорят, вот я копала, а та только сидела, а теперь на нее надо делить. Вот такое-то не получилось бы. На двое? Она была, она как могла. Так, не надо, Пампей. Не надо, бери игубы. Игубы сейчас еще медом намажутся. Лекарство хорошее. Только намажут, она облизала, я так машу. Так, ну можно, но только подумайте, что потом между вами разногласия не было. Кого берет, подумайте. Вам одним не выкопать, а то лопатой. Это копать надо дерн снимать, но... Я буду стараться. И вас не выкопать вам. Я могу, я не копала. Наверное, ребята, надо так вам сделать. Берите большие, которые одного поменьше, а делить будете, когда тебе две части, а ему одну. Потому что он меньше. Я с ним. Одному не выкопать, это дерн, вот такой вот лопатой копать, вам не делать. Поэтому беритесь так, чтобы вот эти вот четверо возьмем. Пятеро, допустим. Вот это вот, да, это место считается большие. Вот четверо, вот эти вот впереди. Ну, уже, чтобы, ну, разобрались с кого-то. А если я самодку наберу и донку посажу в огороде, она будет у меня расти? Нет. Не знаю. Я думаю, это надо ее только с этой, с макушкой в месте. В огороде. Какая земля. Она почему-то ближе к Саванчаковой у нас растет. И очень сырое место. Очень сырое. Около берега, говорит, это не растет, около болота. А там лох. И в логу на той стороне она прям с кубцами растет. Знаете, Сихович, а когда мы еще шли, там вертолетово ездить там стали. Два вертолета. Два вертолета прямо вот так летели, не видели. Видели. Володя снялась. Да? Один раз тут шесть штук пролетело. Да? Да. На горе и пять. А что они делали? Ну, видимо, учения какие-то. Так, я доволен, что вы сходили. И вы довольны. Все, играйте. Потом пообедать будем. Ну, зайдите-ка, переобуйтесь, наденьте обувь. Переобуйтесь. Мальчики, девочки, переобуйтесь. Переобуйтесь, это раз. Девочки, переобуйтесь. Только одна не... Переобуйтесь, идите быстро. Да. Резины в обувь снимайте. Вот так. А то у нас сегодня что, получаться вторник? Наверное, уже 16 июня. Ну, слава богу. Да, разливание осталось меньше месяца. Мотается. Паша нашел, что потерявшийся носок. Он говорит, ничего себе, я нашел свой носок потерявшийся носок. Подходит, подходит Тимофей и говорит, слава богу, перекрестился. Тимофей, вообще, это рассуждения у него такие. Так он формулу знает уже химические, физические все. Вот не все там, а... По скайпу говорим, и там яговисты были. А он подошел и говорит, так еще два места из Библии не назвали, где написано про ягову. А вот здесь-то, яговистам, два места. Вообще. Здесь, видите, оба подъели на город. Мы закончили там, все, теперь надо еще два огородчика нам проходить. Этот и другой? Нет, картошки. О! Завтра на картошки надо вырезать. Ладно, это горки. Сегодня у нас 16 июня 2015 года. Вот у нас сегодня, мы с утра, Игнатий Иванович Кларкин, наш начальник лагеря, послал наших ребятишек, 9 человек, мальчиков именно. Они посли коров. Вот. С Василисой Янчук. И вот сейчас посмотрим, вон они гонят. Стадо. Время уже к часу. Сейчас у нас в загон загоняется дневной. Коровы, овечки. Вот они, тут стадо. Овсений подгоняет коров. Ваня, Нестор. Ваня с собачкой нашим шариком нашим. Ну как отпасли-то? Хорошо, пасли. Хорошо? Сами сели оценку. Ну это овцы у нас один раз убежали, мы их догоняли. Да. Овцы такие, они любят побегать. А почему так, чтобы он отстойно попросил? Ваня с собачки. Да, буха, буха, буха. Нет. Вон я родился. У нас вон я родился. Ну, вы же это мальчик. Один вбух. Да, пенка тёртся. Почтать, что с ним еще проберьки на лосад. А это, чтобы не перепутать их. Вот у нас влево уходят большой загон, это коровы, а в правый загон уходят овцы. Они сами разделяются уже, знают, куда с чего идти. Вот, овцы, сюда погнали. Шарик, вот сюда уходят коровки наши, вон они загоняют их. Видите, у нас там. Василиса, ну рассказывай, как они отпасли-то? Нормально. Что нормально? Нормально? Нормально, да? Помогали хоть? Помогали. Помогали, слава богу. Слушались тебе? А как? А как, да, попробуй, не послушай. Тимофей, тебе понравилось? Прости-то. А тебе, Ваня? Конечно понравилось, интересно. Мы хорошо поговорили. Так молодец, Тимофей никого не слушался. Да, ну скажите потом. Василиса, он слушался, нет? Он отставал ещё. Убежал уже. Тимофея вообще не берите. Он вообще не слушается, понимаете? Вот он просто идёт и всё. Он потерял кепку, мы нашли. Тимофей, иди с нами. Он берёт вообще в другую сторону, противоположно идёт. Он вообще идёт, просто мы идём влево, а он идёт вправо. Ну вот скажите начальнику лагеря, как он пас. У него вообще бомехи одни. Добрый день. Добрый день. А ты там что набрал-то? Это душица. Душица? По-другому ещё брец. У меня тоже её много набрал. Запах-то какой от неё, да? Хотите, я тоже покажу, у меня тоже есть. А, нюхните, дядя Ваня. Ну ладно уже. Потом покажу. Пока, Василиса. Пока, Василиса. Пока, Василиса. А мне только на какашки упали. Василисе повезло, столько помощников. Где у тебя поезд-то, Тимофей? Поезд-то где? Одень его сверху. Или потерял уже? Он кепсу свой терял. Я её еле-еле нашёл. Ну слава богу, хоть нашли. Он там сзади прёлся. Даже шарик язык высунул, устал. Он там на горе, короче, в это взял, покатился вот так вот. У него, наверное, и спала она. Ага. Потом он пошёл плакать начал. Ну, бывает всё. Маленький. Я там на столу. Он не похож на мальчик. Ему говорят, он это... Мы ловц, короче, там еле-еле догнали. Они побежали вокруг, он такой стоит вот так вот. Они и начали его отбегать. Они вообще людей боятся. Смотрите, вот, например, их окружать и гнать. Мы такие гоним, Тимофея такой стоит впереди. Ну... И его все эти вокруг разбегаются в разные истории от него. Мы их всех согнали в кучу. Он их всех распугал. Мы думаем, Тимофея сходи, он вообще просто так стоит. Мы потом, короче, берём вот так вот клан рисуем. То, что здесь Ваня, здесь Ваша, я здесь, здесь Ваня. А дальше там эти три человека стоят. Ну ладно, догоняйте, а то опоздаете. Сколько ещё до беда? Хватает ещё время. Маленький, маленький.